Бокертов доброе утро продолжаем до вчера у нас остались не доброе утро не нормально все отлично вернемся напомним и так мы в конце книги берешит да буквально остался ваега ваехи и мы будем прощаться с книгой берешит и сюда грустно прощаться до книгами которые ну а мне грустно грустно с любым праздником прощаться вот мы сейчас вернемся к хануке которая пролетела так быстро правда что мы даже не успели понять что это такое было так и с любой вещью и любая глава недельная ты думаешь ну вот сейчас наконец-то я что-то пойму что си года пытался понять и прошла неделя и ты понимаешь не все понял и жалко так точно хануку прошла и вот что-то пойму и опять что-то не поняли опять же целый год так ведь а можно и не ждать праздники как вы знаете почему приходит нам вот через год снова будет хануку да хорошо для чего почему каждый год вообще что такое календарь наш еврейский помните чтобы не забыть что развиваться каждый году но вот скоро будет песок и мы скажем в песок следующем году иерусалим там я и так тут сижу невеста невеста не на торопиться руша шанав йом кипур а юршалайм а шанаба шанаба да сколько может человек мы горит все следующие году я приходит годом и снова опять тоже праздники опять следующем году я не надоело что-то улучшать это как еда да есть для тела есть для душа купить филинду а не филинду где трог получше то получше ну вы же не говорите после завтрака завтра как позавтракаю не ну завтра как позавтракаю что-то вкуснейшее сегодня как ну как мы поели хлеба сейчас беркат амазоны а вот завтра я позавтракаю спасибо витамины правильно как говорите чтобы не забыть год это такая вещь что через год забывается поэтому каждый год мы возвращаемся возвращается какое-то место чтобы но вы говорите не забыть а если как витамины подкормиться закрепиться и так точно в песах мы подкрепляемся идеи свободой вот изучением тор и так вот а вот ханука только что была я прошла и мне все-таки еще грустно с не расставаться поэтому и не надо расставаться принципе если я взял плотно поел витаминов на хануку то они наверное как-то во мне живут я должен себе эти витамины раскрыть и думать более того ребби сказал как-то со слов других людей но говорят он так сказал что лучше всего о празднике говорить после праздника нет дома учим аллах от сам праздник мы думаем как это правильно сделать красиво а вот а вот и так как мы заняты вот как-то правильно красиво сделать то не остается время подумать а что это пытаемся конечно а согласно рэви вот после праздника самое время подумать а что это было что это хороший такой признак такое правило и вот как раз сегодня мы и продолжим мне еще раз лично грустно с ханукой расставаться поэтому я вам навязываю после хануке еще раз поговорить о хануке на потому что еще раз мы сказали вчера мекес всегда выпадает на хануку и в принципе и в том году у нас это было мекес хануку в этом году вышла раньше но зато у когда вот так получается мы уже сказали что выпадает ханука на другую главу на предыдущую то 10 тывета выпадет на йом шиши так и до сказали вчера ли когда мы говорили и это редкое явление но нос упадает когда ханука выпадает на другую главу и в этот йом шиши мы с вами будем поститься 10 тывета об этом мы будем тоже говорит сегодня и этот пост будет йом шиши и по аллахе запрещено поститься в йом шиши потому а да потому что после йом шиши сразу шаббат и мы придем на шаббат голодные и сердитые это некрасиво не царское это поведение да злые как говорите царское поведение вот так приходить в шаббат надо же будете делать и душ нет что вас там ничего ничего пойдем синагогу голодные и сердитые примем шаббат вернемся домой сделаем кедуш и уж тогда уж покушаем поглядите с календаре я вот здесь написано адвокат народ все адвокат народ все до этого нет и что вы идете зажигаете свечи ну и что что с ним делать нет идем синагогу каббалат шаббат марий возвращаемся домой и души это полтора часа где поэтому будьте расторопнее не тяните резину идите домой сразу делайте это будет самый быстрый шаббат обычные люди тянут резину салаты делают сразу то господа нас интересует сейчас не логическая сторона внутреннее наполнение этих событий и так хануга пошла перед нами 10 ответа все это и наши недельные главы которые перед нами занимаются они иосиф и его братьями да и уже мы сказали что встретились вчера мы говорили эту тему суждали встретились братья и всех братья беньями с дети и рахель встретились и плакали они на шеях друг друга и спрашивают почему плакали у нас очень много плачет и сэф почему плачет здесь они потому что и сэф плачет о храме который будет разрушен во владении менями на это наш храм а пене не плачет на то что будет в шелок которые стоят в организме света переносной храм будет разрушен тоже как мы видим у нас здесь наша глава и говорит сразу уже и разрушение храма то есть ко всему стоящим связи внутреннее наполнение то следующий вопрос каждый год об этом говори мы не будем долго сегодня эту тему раз расширяться мы только пунктируем наметим для чего нам это нужно и поэтому 10 тебе это тот который пост перед нами в этот день на этой неделе это пост посвященные разрушению храма 1 и 2 частности 1 храм до 1 храм был окружен 10 это вето пришел на выхода ноцер окружил храм и все и было осада вот этот день когда началась осада мы и постимся до теперь следующий как мы знаете мы тоже обсуждали это был первый храм потом был 2 храм 2 храм осада было начато 22 21 ниссана сразу после песок 2 храм и разрушен был 9 ау как и 1 вопрос известный задается такой почему мы не постимся 21 ниссана когда был окружен 2 храм ведь беда 2 храм она ближе нам она как бы перекрывает беду тут так и логично каждый разрушен силу своей причины вопрос дают мудрецы почему мы постимся 10 тавета когда речь идет о первом храме разрушение 2 храма перекрывает это событие это зависит то есть мы допустим в утром вышли из дома и за вами погнался пёс какой-нибудь баллонка да вы доходите богом мера и баллонка от вас и стала и тут бульдог выходит за угла вы забегаете мухом меру его это на глаз баллон к а как бульдог вспомнить бульдог куда актуальнее вам сейчас этот бульдог который ближе к мохон да вот вот последнее событие последнее событие описываете она страшнее вот он там был баллон какая-то тяпть а вот тут огромный бульдог последнее событие на линии важное потому что я бы легче спасти я не ближе махона первое хорошо ну это я бронул к мохону не было махонов по лесу сейчас была баллонка потом был бульдог все равно вы запомните кто было больше ближе вам знакомы это перекрывает всегда событие перекрывает другое событие но есть наполненность первый храм наполненность более важно это первый попытаемся сейчас может быть что-то определить но мы неизбежно должны сейчас что определить чтобы строить далее вопросы мудрецы сдают и как бы часами отвечает на него до отвечает как мудрецы десятого телета это пост мы постимся в день окружения храм и этот пост так важен почему что даже это двигает шаббат ну мудрецы так распределили наш календарь что никогда это в шаббат не выпадет вот но если бы выпал шаббат мы бы постились шаббат как йом кипу обсуждали как-то обсуждали в то время 9 ава когда разрушен был храм это страшнее катастрофа если выпадает 9 ава на шаббат мы не постигся 9 или до или пост и даже ем шинева нельзя чтобы это продолжение когда горел храм это не продолжение когда рассчитывает как долго горел храм и 10 алла еще дымился дымились бревна поэтому продолжается немножко это после обеда травм вопрос еще раз привык проверяю почему мы постимся 10 ответа этот пост самый тяжелый как известно почему он даже отодвигает шаббат и только чтобы у нас не было такого мудрецы сдвинули это и может йом-ши-ши что тоже невозможно ну там ничего никуда не задеться потому что сказал и пророк сказано у пророков бэйца моем а забот именно в этот день так сказано этом этом событие если так то мы должны этот день хоронить как бы ни было и вот он бог дуба беда это красава наем шиши и мы будем поститься и возвращаемся к вопросу почему мы не поснимся когда был окружен день окружения второго храма первого и бесят нам вот так посуда то что мы посидимся насколько он с просто по храму есть 10 9 17 тому за я 2 и гидалия на 4 поста связаны с разрушением храма узги дали и все мы востинемся но чем же отличается 10 ответа от тех постов не только тем что шаббат отодвигает там и постимся что называется о прошлом о прошлом будет тогда разрушен храм им постимся 10 ответа мы постимся не о прошлом мы постимся о будущем десятого ответа и потому сохранен этот день первого храма а куда окружили то начало 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 всех начал начало всех наших бедствий и мы храняем этот храним как пост почему потому что это будьте здоровы не о чтобы не забыть как был разрушен храм это пост о будущем чтобы он не разрушил да поэтому мы постим сегодня поститься в этой евши-ши-ши чтобы не был разрушенного ряда что был построен мы как-то на той неделе делали урок и там сказали а ханаким это было до хана пища она больше не учились мы как-то назвали подготовка да и там тупой мы рассуждали на на тему говорили что будет праздник которого нет еще назвали как был ровный праздник который тоже был название сохранится совпадает это с хануку и мы там пытались найти праздник которому хануку будет подготовкой понятно мы сказали что это машина машина строится храм и хануку подготовка и будет наш разговор храм переносной должен был открыться 25 и слева севышний жил сделать это не сани и кислев обиделся этому говорили да и севышний пообещал ублажить месяц кислев сделал в нем хануку который уже тоже за нами но мы будем сейчас они рассуждать чтобы как восполнить то что не успели они сказать во время самой хануки так вот что же за праздник такой ждет нас впереди и имени которого мы не знаем и даже мы не знаем даты не знаю да но десятого цвета который будет ем шиши это мы будем поститься не в память об окружении стены а будущее на будущее им постой чтобы не случилось что-то или наоборот что-то случилось что и что мы будем и что будет 10 ответа происходить говорят мудрецы 10 ответа что там было 10 ответа когда на выхода не цер окружил юрсалим на небе заседала комиссия ангелов со всевышним вместе и судили и рядили разрушать или не разрушать храм потому что когда на выхода не церок кружил юрсалимский храм это был первое что называется знак евреям раскается и сделать чего и на небе было решено продлить еще не разрушать сразу потом еще раз собрались и уже когда не было возможности уже есть рот не не сделал чего было решено разрушить храм на небеса поэтому 10 ответа этот день заседания на вене на небесах где решит решается судьба будет ли построен 3 храм он должен построить но решается каком году это случится будет 10 ответ в этот ем шиши на небесах заседает комиссия будет и будет решаться в этом году будет построен храм без радащим или боже упаси нет все это будет в этот ем шиши не забудьте проститься а еще надо не забыть что сделать для того чтобы комиссия проголосовала за так а если не проголосует боже упаси чтобы дальше мне может как он два раза голосовала и разрушили что будет если не боже упаси не проголосует построить правда так смешно это я посмеялся за вашу смекалку совершенно верно позвольте может хватит опять на следующее через год я уж точно об этом раз 30 габарки 10 это раз 30 и говорю про этот этот пост ну и что ну и что вот это скорее всего нам важнее сейчас мы должны вот с этой вещью разобраться 10 теле это объем шиши без радащим божьей помощью на небе проголосует третий храм в этом году быть да и через девять месяцев тисане уже будем его делать ему что называется ханука то пайт да а по теме не знаю как получится петь это я весь устремлен сохранить какую-то мысль не линию рассуждение здесь давайте и услышали как иуда кричал зубы поводали пыли сердца ножник все слышал звон да не знает где он мы вчера потому кстати столь мы сейчас в этом поговорили почему я всегда говорит отцу что и поспеши поднимись как тут моему он говорит не нашему а к моему и он говорил поставить да не знаю даже не знаю даже не знаю не знаю надо смотреть текст хорошенько на и грите на 3 если у юсефа обиды в том году мы эту тему долго долго обсуждали крутите пленку том году там мы рассуждаем предмет спростил ли юсеф до конца в эту тему ровно год обсуждали в этой же главе и есть мнение 23 всего против 90 процентов что до конца он не простит это тяжело было потому что действительно такую вещь но тогда мы с как же получается получается что и сэп может жить вот с такой раны в сердце это называется высокий высокий уровень выживаем так точно мы учили про себя мы должны даже когда трудно простить мы должны с этим жить а не бить горшки на день люди бьют горшки до разводятся разводятся все что могли придумать развестись топ господа давайте пройдемся дальше наш разговор и так будет построен обязательно а нет так что вы создали в следующем году до все что у нас перед нами какие должки остались нам вчера мы заяви сделали заявку они сказали две вещи сегодня мы разберем добавление вчера мы говорили провокационный был вопрос да то что я вычитал подарок за мир коэна было написано пойти мы сказали вчера кто-то из слушателей раб за мир коэна написал ему в комментарии а где написано в торе что можно убивать детей сегодня мы должны эту тему все-таки ответить на это что-то раз да вот вторая мы вчера сделали заявку и не ответили вернее мы не довели до конца что никогда лея таки не узнает что рахель до якого не были она была первая жена никогда то есть мы об этом вчера говорили что человек идущий ради другого на встречу другого чтобы его не опозорить не унизить он идет на называется на сирута еще не знает что из этого выйдет как мы скорее вчера и мы живем в таком вот веке в таком время мы не знаем чем это все закончится мы не делаем прогнозы вы не гадаем на кофейной гуще и не пророки мы но единственный способ чтобы идти дальше продолжать дорогу это придерживаться вот этого правила боже упаси чтобы кого-то обидеть это самое главное на чем стоит мир это наш вчерашний разговор да где-то мы закончились вчера надо было нам нам оставили на сегодня и задали на нас начали наш урок с такого вопроса а имел ли юсеф право вот так на такую грань поставить своих братьев на грани войны в этой страшной грани пожара все сохранилось и юсеф уверен что все будет хорошо не уверен нам запрещено так делать мне запрещено называют делать перед слепым яму поставить да ну как ему кого-то проверить представьте представьте это самая кто-то даже не хочу к себе это примерять никак условно кто-то где-то ночью кому-то подходит сзади из пистолета и говорит руки вверх какой-то интересно написано что когда он увидел братьев он вспомнил сны то есть комментарий говорит интересно что еще не поклонился якул что происходит это план творца и он поэтому делать такие жесткие сейчас мы так и ранее творца совершенно верно сейчас мы это момент очень это самый сложный момент во все ой во всем хумаше не в торе хумаше всей истории еврейской жизни самый сложный непостижимый момент и больше не дойдете сложнее его но нам-то надо с этим что-то делать и поэтому спрашиваем а имел ли право вот так еще раз пример кто-то подходит ночью кому-то с пистолетом игрушечной и говорит руки вверх ведь это же опасно ведь второй человек может не понять что это шутка может и по голове и вот табуретка как ты уверен немножко конечно грубовато но чтоб понять насколько запрещено так на поступать и это раздумывалось только если поможет ну а почему только из гуд кто такой тут ему можно а мне нельзя ну как так можно задать вопрос задание вопросу такой ицкак нет мы не говорим вот на стенку пришпилили и все так должно быть есть ваше величество или как пионеры делали так как не делали партия сказала и есть одобрям помните было одобрям нет чтобы пошутить как вот наш в наш мозг бытовой бытовой люби спрашивают кто он кто ты такой вот так кто ты такой почему тебе можно мне нельзя хорошо правда самом деле здорово что он царь только если следующий шоку царь вы правы иуда юсеф это разговор двух царей поэтому не говорят друг другом на ухо разговор царей нам не понять что понять разговор царей надо быть самому королем но всевышний говорит я хочу чтобы все стали королями тут и меня я хочу в этот разговор вы поняли как разговаривают два царя это не разговор двух слуг двух рабов царь разговаривает не так как говорит раб их разговор это царский разговор но нам это разговор нужно понять и тогда мы тоже приобщимся к царскому роду чем собственно и являемся не стесняемся говорить что действительно придет время когда все народы мира придут и скажет ну властвуйте над нами и мы не властвовать без всякого стеснения нормально вечером должен обсуждали эту тему поэтому уже побывали рабами чтобы знать как властвовать чтобы никого не угнетать не унижать помните говорит поэтому когда придет время на властвовать мы будем готовы уже готовы мы никогда не позволим чтобы кто-то был унижен и оскорблен под нашей власти это власть которые хотели бы все ну вы знаете рано или поздно все равно это наступит не в этом году так следующим да но потихоньку пойдем дальше почему же в чем у почему идет до конца июсеф это многие из вопросов ты стал повелителем египта сколько лет прошло как ты повелеваешь египта возьми своей царской воли пошли к отцу маленькую смс папа я жив ну первый момент он не мог это сделать из-за того же плана который он понимал благодаря сна есть интересный комментарий 28 по сути 44 главы он не знал что отец думал о нем что он мертвый хорошо давайте может что-то добавить еще к вашей давайте что-то добавим еще вопрос понятен да почему не сделал но теперь сами проанализируйте но получает яков весточку и сэф жив что он делает сразу за ним куда в египет почему любимый сын самый любимый который учил никогда яков не пойдет в египет потому что согласно пророчеству яков попадет в египет но не своей волей по пророчеству должен был яков идти в египет закованный в кандалы по этапу жандарм справа жандарм слева сзади спереди посреди в кандалах идет по этапу яков позорной дорогой позорный плен так было задумано так хотел все вышли яков не способен спуститься египет нежели закованные железные кандалы позорным способом и поэтому никакой возможности другой не было кроме как заставить якова идти в египет искать туда вместе за бениамином это пойдет надо всех туда привести всех-всех-всех никто не остался в рецессаре никто хоть один остается яков будет до конца когда все оказываются в египте и бениамин тоже только тогда яков может пойти туда сам и поэтому чтобы этого позора не произошло юсеф до конца по одному всех вытягивает в египет нельзя чтобы если бы бениамин остался в рецессаре яку мы не знаем как бы было дальше мы знаем просто поэтому чтобы это не случилось яков спускается в египет как сказано мудрецами не хотела корова идти куда-то там да что сделали взяли теленка отнесли и корова пошла за ним объяснять это был единственный способ и поэтому позволено юсефу все это проделать вот то объяснение это делает ювелирно точно повыверенно а у чем его уверенность что все получится что он его задача к не опозорить отца чтобы не было позора для отца на нем миссия объединить еврейский народ миссия почетная но эта миссия не будет вы гроша стоить если она пойдет с такой ценой что яков спустится в египет позорным способом он идет туда с почетом он встречается с почетом как и полагается королю машеях без раташеем скоро это мы все увидим ну вот это то что мы вчера говорили да соединили разговор нас теперь господа вот следующий какая тема ждет какая нас тема ждет спуск в египет с точки зрения истории еврейского народа это что это потом это нужно совершенно потом подъем а сейчас спуск вы просто взяли и закончили урок спасибо ребята до свидания все ясно да а если попристально и в зум зумом спуск в египет это что плохо правда ведь очень плохо хуже не бывает в жизни еврейского народа есть времена что называется голод хуже да уже не бывает совершенно верно сами не поспоришь но и сейчас меня интересует долги улы голод меня интересует что такое голод это называется потрясение так ведь ну как оказаться у нас шаббат как-то были си была семья с из из тех мест где идет война сейчас туда все убежали да многие но все усилили хорошие веселые ребята но ты понимаешь что они живут не дома они живут в гостинице гостиницы неплохая но они живут не дома господа мы тоже когда приезжаете я все вы все тоже живет не дом но вы приезжаете махом мир рвесис 234 вы прыгаете на ваша комната да все становится вашим домом и когда вы где-то уезжаете торопитесь вернуться в свою комнату не знаю почему да не совсем еще дома ну своя комната а покинуть комнату и куда-то поехать это уже дискомфорт какой-то так или же на языке другом скажем так вообще это даже и такой некий сдвиг сотрясение потрясение ровно как если дерево взять и пересадить она будет потрясено и пока начать жизнь пройдет время канал на плитом зиры как мы там которые обсуждали эту тему что такое иммиграция но если гимаре такой вопрос в гимаре спрашивают гимара скоро будем учить сами вала ход благословения дойдем до такие благословения что если человек видит гром молнию благословляет видит красивые горы благословляет видит землетрясения благословляет надо было ставить масштабе решить да и спрашивают гимарея что такое землетрясение почему севышний делает землетрясение совершенно верно землетрясение встряска верно технически да тектонический сдвиг и на трение потом и все так объясняет нам ученые что такое землетрясение а мудрецы не интересуются тектоникой мудрецы спрашивают для чего сделаны пчелы мы знаем чтобы был мед корова чтобы молоко и мясо да и жертвоприношения так ведь дождь чтобы росла пшеница нужно хорошо ветер чтоб дочь приносить все понятно а землетрясение для чего вопрос задают мудрецы гимаре астахи от проход у вас есть ответ из всех событий природных событий только это интересует мудрецов почему цунами никого не трясут результат ну хорошо ураган сильным маска которого называют и там как и зовут в америке катерина это да да построй свою избушку правильно и будет нормально и будете бездувать и каждый раз только землетрясение вас волнует ученые в нашем дарицов да и как они объясняют такое землетрясение взяли стряска какая стряска для кого и когда понятно что они для собачек а почему стряска кому делают стряс хорошо может быть и так возвращаем понятно да попробовать почему нужно землетрясение и мудрец отвечает это всевышний бросает две слезы две слезы они нам не объясняли что плиты тонические одна другую наезжает он сломается что-то трясется цунами они говорят это две слезы которые вас вижу которую падают в море все все объяснение 2 2 хотите одну нам важно что 2 в море море видели вы раз надо даже наши здесь и две слезы в нем видели можно увидеть там геморрад и чай землетрясение до веса без слезы всевышний упавший в море пока непонятно кто это кто-то будет искать если как вы знаете это это соленое сразу на огромное сколько какая там пропорция сосчитайте сколько одна слезинка весит или миллилитров пропорция какая есть одной слезинки с мировым океаном миллиардом сексилионом правда пропорция есть но езда сочетать возьмите всю водную поверхность переведите в кубометры и возьмите есть есть по сути это в тонахе что очень творца над еврейским народом есть какая-то связь пропорция есть но она страшно огромное что даже не смысл называть и пропорция существует две капли жидкости против огромного количества воды бесколечно если бы не было пропорции то не было смысла говорить есть пропорция есть она невозможно не обхватываем разума но смудрецы говорят все равно это землетрясение это так можно что-то землетрясение стряска да когда надо делать стряску когда делаю стряску вся история человеческая это все повороты человеческих судеб истории народу это землетрясение землетрясение обратили внимание как трясло турцию это зимой прошли или как да да было да природные землетрясения в думаю или нет они то сейсмологи не умеют предупреждать землетрясение за несколько смогут очень близко к этому нет такого прибора прогнозировать когда стучится но сами по себе землетрясение предупреждают нас тоже если природе землетрясение значит скоро произойдет землетрясение историческое и только так всевышний делает мир все что в этом мире покуда происходило вся история драма человеческой жизни все повороты исторические это землетрясение вы говорите встряхнуть до чтоб встряхнуть почему не уж ли не другого всевышнего способа как-то развивать цивилизацию не было не был мудрецы утверждают что землетрясение это развитие поэтому все все разрушенные храмы это землетрясение всей галуты это землетрясение яков землетрясение последняя наша война сегодняшняя которая вот сейчас у нас сейчас здесь идет это тоже землетрясение это землетрясение которое время этого землетрясения с нами сейчас живем теперь почему всевышний делали землетрясения стряхивает да он стрях это скуки или что кого стрях и пьяного вы сказали можно так сказать пьяного а если стряхнуть ну пьяного что-то пусть проспится встряхивают водителя автобуса которого уснул за рулем или летчика в самолете который уснул на проснись землетрясение исторические события событий жизни нашей свечи устраивает тогда когда надо поломать систему ценностей построенной выстроенной до сих пор человечество человечество живет на свой страх и риск изобретая все новые новые институты управления худо или бедно у как-то это получается но всегда обязательно человечеству начинается сходить что называется с правильной дороги и этот неправильный путь неправильные приоритеты которые человечество выдвигает своей истории рано или поздно они будут ломаться почему потому что как любое неправильная вещь должна это логическое завершение неправильной подстановки вопроса рано или поздно неправильно выбранный путь придет к слому это будет землетрясение бум и обязательно сломается все войны все что было до сих пор это и есть землетрясение которые почему севышний устраивает нет неси выше устраивает сами люди идут до системы ценности которые вы избрали она идет до логического свое завершение и когда встречается с чем господа и она ломается чем что ломает не тут неправильный вывернутый ворот это как стать не на развитие это экзамен ущем и старость встречается что-то она идет идет встречается и ломается совершенно верно с истиной совершенно верно все землетрясение вся история человечестве все что было что мы называем дискомфортно это все было развитие избранные дороги человечества доходящее до истины походя испытания ломается потому что она не выдерживает как вы сказали экзамен поэтому последние события господа которые мы с вами наблюдаем сейчас это тоже землетрясение и человечество шло по этой дороге долго шло а теперь уперлась истиной и сломалась а заплатили за это мы как всегда правильно потому что с нас всевышний спрашивает почему мы никого не научили как быть человеком ну почему вы не научили потому что мы сами с трудом это делаем мы сами трудом это делаем поэтому обвинять конечно есть кого сами виноваты но это оставим для антисемитов пусть они упражняются скажите мне теперь если мы уж к этому подошли уплотную как называется какие духовные приоритеты человечества до этого его землетрясения были может назвать мире не по всем мире от гарвуру чему гарвуру вспомнили не зря помнить это же гарвурута было мало рога обычно как у нас есть поменял поменялось поменялось много шесть тысяч лет назад люди друг другу убивали ни за что не прошло но мотив был тот же имеется ввиду что не знаю сейчас и не убивают друг друга на улице так просто человека все делает только ради того чтобы жить в своем комфорте в своей это уже было в вилоне а давайте все таки ну соорудите мне слепите всего как современное человечество что какие у них ценности них есть свои ценности какие-то да назовите их ценности ну что вы стесняетесь где-то читаете вы слушали последнее выступление путина это ценности человеческие они высказывают да я их не слушаю я их не слушаю но я уверен что он пользуется такими вещами как человеческие цены человеческие ценности ничего путин байден зеленский они оперируют такими вещами называют человеческие ценности и так называют я уверен не слушая их не байки байден слова байки и не слушая их байки знаю что они употребляют этой вещи человеческие ценности ну да или нет что молчить употребляют употребляют а как это можно развернуть на плоскости так сказать что они имеют ввиду когда говорят начинайте по пальцам ну права человека демократия свобода слова ну ну лучше меня это знаете я с трудом это радиус то есть современное человечество живет в развитом обществе в котором есть институты права человека демократия свобода слова есть это человеческие ценности что успеть это уже стоит уже устарела на 100 лет опоздали с этим сказать это человеческие ценности господа нашего века эти ценности обломались а истину идем всех от тора 60 дней назад обломались мы в последствиях землетрясения последние события слом стряск а после длительный спанья человечества тоже все спят до пороспит все спят кошмарный сон человечество живущие кошмарном сне для нас это кошмарный сон для них это просто сладкий сон цивилизация развитие человеческие ценности и это все полетела тартаро рыб 60 дней назад и летит еще и будет лететь теперь что называется все землетрясение будет новые горы какие-то мы не пророки угадывать их очертания горы рождаются землетрясения рождаются горы не связано друг пока я от вас потаскивал человеческие ценности вспомнил недавно в россии ввели закон запрещающие аборты я когда услышал ай 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 а вот это человеческая ценность не верилось обниматься с хамасом разгромить соседнюю страну и все это потом вместе то есть они 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 кто злодеи праведник непонятно и тут на всем этом объявляют аборты в россии запрещены еду вот это бывает не то есть если бы это было до обнимание с хамасом и до войны с украиной без кого молодцы россияне правильной дорогой идете вот так бы стоял на пасаран не знаю как павлик корчагин с киской с лопатой потом скажи так как же так включая интернет проверить слухи надо проверять там где-то самые красивые названия пролистываем не знаю как искать настоящую новость русские ну что-то нашел иначе так дальше вторая часть почему путин запретил аборты в россии потому что очень много убил и на войне солдат надо пополнить население и вот это была самая лучшая для иллюстрация до хануки это было даже разговор вот ваши ценности человечества буквально недавно я слушаю новость еще может быть другая вещь а я-то думаю россия мать может можно за это прикрываться даже если это было бы морально типа мы идем там служим богу но все равно они делают но оцените каковая была ошибка этом вот это да вот это да такого не бывает правда такого не бывает невозможно господа это почему невозможно потому что невозможно потому что почему невозможно хорошая конечно идея но причина до друга конечно убивать детей тара запретила да это вопрос на котором еще родили этот вопрос который написали врал за мир по имеется ввиду люди которые такие вопросы задают они имеют ввиду погибших детей азии по леснику используется как щит человеческие ценности нужны говорим про арабский этот страшный народ который там собрался в азии про американцы говори там у них в гавриде решается какой год ребенка будет день ребенка год ребенка юнеско вот организация интересный люди к задают такие вопросы что они хотят нам сказать эти люди те же которые живут в россии которые поддерживают на путина какая разница все одинаково да и если кто-то такой вопрос за это скорее всего ему тоже надо задать вопрос в конце 80-х годов был конфликт в россии с чечнёй чечню усмирили купили а для того как чечня хотела независимости снесли город грозный почистую построили новый потом но никто там не считал убитых старушек и детей просто даже в голову никого никто это делал но это помню прекрасный красота до зависло в россию на один год я красота хватан кусок это я видел телевизор то есть я видел разрушенные дома старушки сидящие объясняющий что тут произошло это было страшно видеть не было интернета не было такого доступа вообще как сейчас онлайн вся война происходит а вот приходит и одна мысль была почему никто не осуждает россию с нас целого города целый город грозный просто снесли потому что в россии не умеют стрелять точно по площадям и до сих пор тоже и украинцы тоже нет ни радости и украинцы молодцы они друг другу так по площадям и глазок там где-то сколько в донецке убила сколько киев только где и не считают никто пока не стоит другой стороны никто не считает и считают когда надо там до политические что там предвыбор подсчитывают но выступить с осуждением и сказать так и так это главное преступление никому голову не приходит почему но почему до утра тоже причине что к за аборта запрещено дело потому что было больше солдат не потому что тара запретила убивать в утробе ребенка это убийство когда россия сыграла красивый пассаж тала аборты запрещено как здорово прям по торе пошла нация жить оказалось она берет из торы берет из торы закон и что она с ним делает извращает берет из торы закон и извращает десятого цвета господа мы будем поститься в этот ем шиши одна причина мы будем голосовать за строительство храма в этом году аменькин раз он сказали да вторая причина почему постимся перевели тору на греческий язык а саду уже объяснили выходили с лишаем красный у нас теперь следующая причина перевод торы на греческий язык что это значит и мы постимся три дня упала тьма на весь мир когда перевели тору на греческий язык и мы постимся тоже поэтому почему ну потому что тора попала к путину в руки и он написано нельзя убивать детей а отличная идея россия аборты запрещены и многоточие а читай дальше торе написано что пусть нельзя убивать а у него почему что были солдаты что потом убивать их можно было и других людей бы ты знаешь что кого-то перевод торы на язык русский так все делать поэтому тара и говорит сфаты мед перевод торы на греческий язык это было сделано того чтобы нам сами оторваться от греков странно да вещь оторваться от греков оказывается мы сами все находимся под греческим влиянием и греки нас будут преследовать до самого машин вместе с рабами это правда что такое машин машин это когда нас оставит покой и и сав и мишки и шмаэль как оставит этот будет себе там где-то заживем должен быть в этом году а если не в этом году совершенно верно господа а если не следующим следующим а если нет если сколько сколько надо всевышний не спрашивает закончится я спрашиваю свежий как мне сделать сейчас так чтобы быть человеком отвечает как сделал твои прадцы никого не унижать никого не позорить живи по-человечески и когда странно смотри мне честно вещь почему надо было все таки сделать перевод чтобы потом оторваться от греков что было на русском языке на греческом на английском было тора на японском что поставили потом нас народы мира отрываться надо от них отчет рваться на а пока говорит на самом деле опасный будет перевод мудрецы не хотели этого дела но позволили нас заставили или позволили вопрос непонятно с одной стороны и птолемей пригласил 70 мудрецов посадил их отдельную комнату и сказал чтобы через у меня было 12 вариантов перевода что проверить вы знаете это 12 70 нет 70 мудрецов до 7 мудрецов и чтобы 7 из вариантов и так же правильно 12 изменений текстом которые супа 12 вариантов изменения что сапали это было чудо само по себе у нас не эта тема на сегодня наша тема почему не хотели все-таки мудрецы этого делать и ну согласились чтобы оторваться от греков не пока непонятно но почему они не хотели этого делать мудрецы не хотели переводить тору на греческий язык что который было только на иврите вот чего хотели почему с платой мед говорит странную вещь потому что тора на греческом на русском на украинском на японском да каких угодно кроме вида это ангел смерти для народов мира получается что да похоже да похоже да и еврей который учит торгу это митва которая перед ним стоит только это и все остальное называется помогать да вы учите тору чтобы быть еврей если это учили не под руководством еврейского знатока знатока не философа который сейчас забит интернет этими специалистами кого только нет там сейчас специалисты по торе это тот кто умеет хорошо говорить и много у кого хорошая память язык подвешен это еще ничего здесь значит под руководством то есть человек который сам по себе живет торой он не философствует на предмет как она была сделана он живет так как надо жить это вот тогда у него надо учиться как поступать а если без этого то придет путин и скажет аборты запрещены чтобы были солдаты это это прекрасный пример если мы делали этот урок до этой у нас же не было бы другой хорошего примера тут мы вот притянули резины и не зря слышу еще какой-то там закон вышел у них что за какой-то аббревиатуру кайтер ртк что подказал бы это догадался какая-то аббревиатура я понял что имеется ввиду гомосексуалисты что это означает да россия против это тоже до выступила вот интересно что это будет теперь до тора тоже против если кто-то возляжешь мужчиной с роликами собакой все запрещено теперь скажите мне а россия запретившая это вот интересно что это будет а не уж что по торе они интерес мы еще не знаю а да да ну не знаю дадете ответ то есть сказать что в россии соблюдают тору и а это то что запретили у гомосексуалистов этой истории конечно мы можем сказать ухты но разумеется как первом случае это не ухты может даже ваш вариант то есть видишь больше было солдат спасти в армию а их не берут в армию наша я вам рассказал анекдот на некрасивый будет не буду рассказывать про офицера гомосоциалистов нет даже 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 без камеры не расскажу после урока после урока расскажу вот это далекие годы война отечественная с немцами лейтенант по копе сидит и чистит ногти хорошо маникюр делает ну ладно после урока но скорее всего ваша версия подходит иначе ломаешь голову не может так почему я знаю что не может такого быть да пусть сказано тора на иврите только и на иврите но любом другом языке там ангел смерти того народа который это получит нельзя русским учить тору на русском языке лучше пусть они не знают вообще когда берут его руки и сами из него что вытаскивают никогда ангел смерти гибель нации такая добрая светлая тор становится ядом конечно в руках в руках у варваров это становится дубины которые можно убивать тора разрешила до разрешила убивать тора конечно товара разрешила убивать это кровь и он улеве так у нас есть узнать интернете у него есть целая организация называется такой дети но у него все к ним вопросы он специалист по этим делам у него уроки как быть это хорошая организация и не знаю сколько она успешно но и не знаю сколько на мира хотят быть семинах этих народ правде кумира тогда с разумеется конце концов это и к этому придет однажды есть не этом году то когда а если нет и все равно будет дороже через тысячу лет даже еще через тысячи лет тоже не это главное господа как и сегодняшнем разговоре две капли воды и слезы в море что это за такой пример нет ничего не меняет так что это такое в природе еще одна интересная вещь две капли в море в море это каплю море и становится как целое море море есть как по-русски каплю море да дайте чай каплю море чай что не принесли каплю море но мудрецы говоря землетрясение это две слезинки там города рухнули развалилась все в этой как и турция здесь слезинки не имеется ввиду что мы сравниваем количество разрушения действительно для моря это ничего не меняет опять не понесли меня что же меня меняет меняет появляется пропорта они там как вы сказали не стали море где-то так что-то произошло что-то произошло нет такого чтобы эти капли они же не сварились они упали и этого довольна мне это значит что если не в этом году потом и через тысячу и через тысячу до вода сама ждет знаете да у бережи помните мы учили вода разделили на верхние и нижние о верхняя вода та 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 на 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 море что там делаешь почему волны так знаете море почему волны море есть говорите вы только свежие улицы пришли видели ведь правильно ветер само собой они тянутся вернутся туда вернулась мы хотим к вам почему никого не ради земли нет земли вверху внизу нет здесь только земля и только все вот только здесь эту вода разделили я к вам хочу наверх нет нельзя нельзя всевышний почему нельзя но что какая-то проблема ну не хорошо я тебя ублажу буду в будущем из тебя буду добывать соль эту соль будет цепь на жертвенник так это же когда будет ну и что понял вот вода буду ждать буду ждать я согласен вода согласна была ждать от творения мира до первого храма до переносного храма когда делаю жертвоприношение 2248 2248 лет ждет вода чтобы из нее сделали соль положили на жертвы 2248 лет день день вы бы ждали почему бы не ждать ведь самое главное господа это ждать это наша еврейская судьба что мы ждем с вами а знаете когда он придет сделайте название когда придет наше когда приходит наше в последний раз спрашивает а сейчас идут карабаврому кабинет на экзамен есть когда придет наше само собой но есть формула это ваше чаяния понимаю ну извольте это если вы пришли ко мне на экзамен по как это цветочки на как же люблю физику вот он цветочек спасибо я вижу вы за замашива а я спрашиваю формулу еще есть такая песня она такая извращенную туристов свои когда со ее совсем не ждешь утесов такая песня любовь нечаянно нагрянет когда ее совсем не ждешь золотые слова если там выбросить пошлое размышления о женщинах незаконно приобретенных если хочешь жениться на здоровье а если просто любой только плохая песня но слова хороший придет тогда когда не ждешь есть вещь который придет только тогда когда ее не ждут это машина умеешь ждать ждать этот не только вот на столовой сесть нет ожидание это пассивное состояние самое тяжелое ожидание когда я что-то делаю что-то делаю я наконец я свершу о вот это греки поэтому нам надо оторваться от греков обратите внимание слушает одного хорошего рава для бог не перепутать не пи не исказить его слова он говорит обратите внимание как мы хамуку говорили и зашли греки в храм помните а где написано что они туда вышли мы зашли очистили да а греки где не выходили мы несли перед ногами нельзя нас убил нам нельзя убивать греков кстати насчет еще раз убитых детей а то опять забудем если кто-то послушивает в азии знаете сколько погибло детей и никогда не узнаете а то что показывает на эти куполазы живых детей да 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 это просто чтобы это самое то-то слушает подписывает да 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 нет конечно погибают как при любом землетрясение погибают это стихийное бедствие в этот раз всевышний опять убирает нас что поделать вы думаете если скажите если это мы были как боже упаси не рядом упомянутая россия боже упаси скажу шамирафа шмайс рэль побери дайте россии разобраться с азой за день день один день тем стилем как россия разгромила украину сбоку им два года они там пытаются разрушились это с азой нашей техникой стилей путина вашим воздух один день сделать мы это не делаем почему из этих самых детей чтобы не погибли какая ложь в мире правда и мы одинокий в это лжи и наши друзья американцы нам шлют ракеты а из гарварда говорят руки вверх больше не воевать сдавайтесь вать поэтому не называйте наше кино конец азии мы не знаем победим в этом году или нет может в следующем году а потом обязательно будем ждать но греки не вышли из храма сейчас скажу как а если только трава этого не перепутали как он красиво сказал что такое греки не вышли значит что у нас есть храм то есть мы вернулись живем ну там где-то между нами бегать грек что тут и бегло я тут не тут выход нельзя его перед ногами выносить мы живем он нам нужен живой совершенно а где она теперь а как она смотрится что это греческая культура я уверен что много у вас был уроков перед хамку панку греческой культуре совершенно уверен меня теперь важно нам теперь важны тут в русле нашего разговора вычлений где грек под ногами нас путается где это кто это он так во мне внутри кто это если раз поняты сушки по воробьям и должны его точно найти ему дать надо туда дзюд как пруски дадут удостоверение личности вот грек ты грек где он грек я греческом зале греческом зале это у вас там был в греческом зале ленинграде человеческие ценности греки среди нас обратите внимание как греки приспособились это и беда но она же избавление это знаешь диагноз знаешь как лечиться как называется у нас спорт асандр знает до макебиада дошка макебиада маккавея что такое мне такове я знаю маккебиада это эквивалент чего олимпиада олимпиада это где было а что это было что-то был олимпиада что-то соревнования все хватит правильно это греческое сумасшествие я лучше всех это я сделал я быстрее всех бегаю а ну-ка мне этот самый лавровый венок 3 пьедестал трубы золотые все что ты смог этой жизни все вышли дал тебе хорошие легкие длинные ноги крепкие мучцы ну правда ты потренировался никто не сбрасывал защиту и тем не менее это предмет твоего восхищения я бы я лучше всех лучше всех пока вы здесь лучше все но если вы будете строить дома не говорите что вы самый лучший застройщик это реклама я лучше всех господа для этого мы с вами были спущены в египет сегодня уходим туда соревнования это греческая болезнь я лучше всех хвастаться тем что сам ты ничего не сделал и это дает человеку ощущение ну сами знаете вы лучший фотограф молдове но почувствовали те лавры нам нужен человек который почувствовал лавр и успехов вот это состояние делает тебя чуть-чуть больным совершенно верно в этом я вас призвал совершенно верно вот нас живой человек пожертвовал своим как стать как чем пожертвовать да действительно известным это делает известность делает какой главная проблема что человек думает что он все может я теперь сам решаю а что самое решаешь когда убивать когда не убивать я сам не про вас говорю к чему это ведет конце концов я решаю сила главного но извращение мира знаете в чем на самом деле пошло пошло я решаю здорово но мир извращен и сегодняшний крах этой системе пришел к раз когда уже вышла наизнанку же вещь тоже много раз ломала рога и зубы об эту вещь на этот раз она интересно полот поломала рога почему весь мир против нас сейчас из-за простого антисемитизма само собой это так вот сторон то есть это кто ну и старая европа это старый антисемит до одна группа есть так есть группа мусульмане это тоже древняя группа ишмаэль нас преследует как только родился исхак да ничего нового нет нет что нам еще осталось какие-то у нас еще виды ненависти к нам есть что еще как тут у нас есть значит так старая старая добрая англия до старушка это вот вот эти значит и шмалетяне вот дикари бегают короче что нам надо закрутить чем мы сегодня столкнулись господа надеюсь не будем пророками но попытаемся ощупить почему нас не любят в этом мире невежественное человечество на 90 процентов не знает даже где находится израиль они служат по новостям оккупированная территория них сразу же загораются глаза и чешутся кулаки пойти на митинг против оккупации не важно где это будет не важно где ты будет оккупаться но как это случилось случилось это после того как америка избавилась от своего рабства когда негру освободили америка так долго терзала солнцем неполноценности что она угнетает рабов-негров и когда она этого избавилась она впала в другую глупость там теперь черные правят белый человек оказался где-то приблизительно так ты настолько ушло другую сторону что и как все человечество след за америка когда-то было время когда сильный диктовал условия потом сказать нет некрасиво современный мир с модерновый самый современный мир какие там ценности тот кто слаб тот и прав да угнетенные массы что такое освободительные движения вы еще не родились я как раз схватил вот пионером я тогда был мы анджела дэвис луис карвалан том не знаете как именно не слышали да были освобождали мы это я не буду ходить школу пока карвалана не отпустите и там не знаю пока анджела дэвис не пострижался не поняла что антиколониальная тогда и юар подпали а что случилось человечество очень просто повернулись в другую сторону так все теперь все угнетенные правы угнетенная масса если кто-то где-то угнетенный угнетателя камня на ковер так мир распоряжается поэтому америка где не знают в америке думаю 90 процентов что в россию можно приехать на поезде береги у пролив там не существует они карты не видели никогда не бойтесь в россии такие же тоже дело за процентов невежество но это красную что на чем-то домник и стоит рыхлый конечно но стоит за освобождение угнетенных господа поэтому весь мир нас ненавидит теперь только потому что мы у них агрессоры и угнетаем народ просто это слушайте больше меня параде наверно меня не интересует новости ради а важно для нашего разговора что здесь происходит ну а правда ли руку на сердце если это извращение то как это правильно если человек не годится по своей не знаю какой причине властвовать строить государство можно ли им дать им государство в руки нет это будет преступление по человечеству за эти голды и волги и годы в азии столько закачали денег что можно было построить там курорт на весь мир как сейчас как называется там вот да у меня зовут там хоть что-то да вот это построить может и клещ но не могут они правда и историческая правда сказать они правда не могут ну когда мы так скажем нас обвинят чем апартеид да у меня протеид мы не даем им развиваться так они скажут если человечество будет слушать мы не занимаясь никакой политикой мы только поговорили сами о том что сегодня будет объем шиши будет голосоваться строительство храма храм это будет как строится когда мир будет тому готов а готовка мира простая надо что весь мир понял с нашей помощи что нельзя этим бандитам давать власть человечество это уже поняла нашей ценой но это самое главное главное что опять надо переворачивать все и заново и не обязательно каждый угнетенный обязан получать свободу или получать свободу но ограничено это горькая правда для современного человека демократии это трудно живет вместе до трудновато с демократии правда неужели будет всегда где-то какой-то народ не имеющий своей самостоятельности получается что да человечество должно к этому снова вернуться но если она вернется без нашей помощи мы снова вернемся к глюкению негров наоборот будет все поэтому мы доказались это место господа но самое главное что мы умеем ждать если опять сюда перевернется опять за насчет мы все равно наберемся терпения господа и главное какой же признак какой у нас был главный разговор нам неизбежно надо будет господа однажды быть властелинами мира так так с божьей помощью конечно и почему это единственная власть которая будет однажды приняты больше не будет меняться потому что мы никогда самому-самому даже не отсталому человеку не будем на него и его рассматривать как ничтожество потому что у нас не греческий подход вышел и всех красивее всех гуку на все ханука с нами здравствует ханука завтра поэтому если мы ценим человека по его успехам то это ошибка есть хорошие парни которые учат тору но у них нет возможности сдать правильный экзамен и он в классе не считается хорошим и так у нас в израиле израиль это неправильно всевышний смотрит на таланты человек для всевышнему все одинаково а единственно что выделяет нас для всевышний это наше упорство и старание своими сил в силу своих возможностей зато до конца исполнится все а сколько мне дано это не важно вот это есть наш с вами выход приобретение ханука ли на сегодня вот это ханука оторваться от греков поэтому останем всякие соревнования соревнования это господа греческая беденка у нас все равны по-настоящему и если есть к иерархия то только тот кто умудрился свой сосуд наполнить до краев то есть ни одной минуты времени в день его не пропадает зря всего-то навсего господа на это хорошие мысли